Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 2 и вы смотрите 125 серию, по-моему, я не уверена в цифре или 124. Так, у нас Дона получила повышение и теперь она контрразведчица. Ничего себе, это как она уже дослужилась у нас, она у нас в карьере армии. Так, спать ложись. Спать давай, высыпайся, контрразведчица ты наша. Я не знаю, какой это уже уровень, какая ступень карьеры. Тут и не посмотришь даже, да, какая-то ступень карьеры. Это в Sims 4, можно тут нажать и написано, какая ступень карьеры. В общем, работает она с 8 до 14. Так, Шельма. После дежурства в аэропорту Шельма вышла полежать на солнышке. Так, опять эти погремушки. Так, иди, иди наслаждайся отдыхом. Нечего работать. Шельма отвлекает... За бдительность Шельма получает 5 тысяч. Вот видите, когда мы что-то делаем, нам фигню какую-то дают. А когда мы расслабляемся и отдыхаем, на солнышке лежим, то нам дают деньги. 5 тысяч, ничего себе, ребята. 5 тысяч землёнов. Я в шоке. Слушайте, это, наверное, 2 зарплаты нашей контрразведчицы и ещё, я не знаю, Фрэнка полторы. Вдобавок к всему этому. Ничего себе. Так, у нас, получается, уже имеется 7800. И это внушительная такая сумма. Прям очень даже большая. И нужно будет между сериями как-то заняться обустройством облагажа... облагора... не обгаживаем, а... Хотела сказать облагораживаем, а получилось обгаживаем... обгаживанием. Короче, облагораживанием нашего дома. Вот доночки можно с шельмой. Они же у нас в одной комнатке живут. Купить какие-то там, не знаю, эти самые... занавески, чтобы всё было по фэншую, чтобы всё красиво было. И, кстати, по-моему, это больше комната всё-таки шельма, потому как здесь на самом видном главном месте изображён именно её портрет. Так, тут там ведьмы всякие пишут и напоминают, что они наши друзья. Ну, а это комната Фрэнка и Ярославы. И Ярослава сегодня должна родить. Ну, вот мне кажется, ну, блин, ну, сколько можно ждать? Уже хватит, не заставляй нас так долго ждать. Уже все ждут твои роды. И вообще, давай, короче. Я уже имя для девочки придумала, если что. Для мальчика не придумала, так что постарайся, чтобы девочка была. Ну, двойню не хотела бы, честно, потому как... По-моему, кстати, в Sims 2 тройней быть не может, насколько я знаю. Я вот не уверена, но, по-моему, так. Ну, у меня никогда не было. Вот сколько я играю, то есть я не смотрела специально информацию там в интернете, но сколько я играла в Sims 2, играла я много. Вот, двойни у меня бывали редко, но бывали двойни, а вот тройней не было ни разу. Так что я даже предполагаю, что, может быть, их и не может быть тройней. Ну, я думаю, что тройней не будет, но вот двойню всё-таки не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы она троих детей по очереди всех родила. А у неё желание, она хочет, чтобы её трое, все трое деток получили высшее образование, и поэтому нам нужно троих детей родить. Вот, но я думаю, что мы с этим справимся, и Фрэнк, и Ярослава хотят большую дружную семью. Так, иди давай просыпайся, ей что-то скучно. Кстати, ребят, я не могу ничего с этим лотком сделать. Приехал Фрэнк, иди встречай мужа с работы. И он тоже получает повышение. Теперь у нас помощник архитектора. Слушайте, контрразведчица, помощник архитектора. Девять штук, девять тысяч миллионов у нас. Ну, прям деньги прям сыпятся. Давай, иди мужа целуй. Иди мужа целуй. А он к жене пошёл в комнату. Сразу докладывать, что он теперь не просто... Пошли танцевать. Не просто он теперь в каске ходит, он помощник архитектора. Так, поцеловать просто. Просто поцелуй, и всё, иди там что-то делай. Вот, и надо будет Фрэнку поменять всё-таки жизненную цель на та, которая у него была первой. Я это сменю, теперь я знаю, как это делать. И он у нас будет уже всё-таки мечтать быть архитектом. Будет мечтать стать архитектором, как он изначально мечтал об этом, когда только... Ну, впервые стал подростком в подростковом возрасте, по-моему, да, мечта появляется. Так, что такое Нуныпу, Нуныпу? Иди давай телек смотри. Всё ей не нравится. Иди смотри телевизор. А Фрэнк... Фрэнк, давай иди в туалет. Унитаз. Ну, унитаз... Да, иди почисть, потому что она беременная, токсикоз и всё такое. Так, обе они теряют интерес к спорту. Вот, и шельма ещё и четыре. Слушайте, 10 тысяч семиллионов почти. Это же вообще огромные деньги. Так, теряют девочки у нас интерес к спорту. И шельма, иди, наверное... Блин, даже шельме ничего не наложили поесть. Но она, в принципе, не особо хочет кушать. Какая у нас тут грязная кухня. Нужно, короче, заняться. Сейчас немножко досуг поднимет наша Ярослава. И пойдёт убирать. Да? Так, это плита. Где у нас... Слушайте, я что, посудомойку не покупала? Чего-то мне кажется, что я покупала посудомойку. Неужели я не сохранила? Или я не покупала? Я уже не помню. Я так часто, знаете, ребят, играю в Sims 2. Наверное, с промежутком там в несколько месяцев. Что я потом вспомнить вообще ничего не могу. Но мне казалось, что я покупала. Притом недавно. Видимо, я ошиблась. Так, что-то по цвету не подходит. А, вот это, наверное, подойдёт. Да, вот это подходит по цвету. Давайте мы её загрузим. Вот. И немножко Ярослава у нас поубирает. Так как ребёнок скоро должен родиться. А дома... Просто дома срач. И муж, наверное, ей в этом немножко поможет. Вот. Я хотела... О, а у него есть вычистить. Слушайте, а я бедную Ярославу тыкала-мыкала. Вот, между сериями. Даю ей задание. Она не может вычистить. Я эту, короче, этот лоток вынесла посередине комнаты, поставила. Я думала, что она подойти не может к лотку. И нет, всё равно. Она, кажется, просто беременная. И, наверное, поэтому не могла его вычистить. Они просто были... Фрэнк и Донна на работе. И я пыталась, как бы, чтобы Ярослава у нас всё почистила. Всё. Фрэнк у нас всё почистил. Видите, у неё токсикоз. И, как бы, не может она из-за этого. Вот. Из-за этого... Где, когда какой-нибудь котик пройдёт? Я не знаю. Хоть девочка, хоть мальчик. Хоть для шельма, хоть для шизика. Ну, кому-то нужно уже, как бы, вторую половинку заводить. Так. Выключай давай телевизор. Что ты делаешь? А, слушайте, это не загрузить посудомойку. Это, видимо, её чинить. Иди давай, убирай. Вот жалко. А в 74 просто нажал на посудомойку, и там действие, мол, это... Как его? Загрузить, да? Что-то такое. Ой, боже. А тут... Он пошёл, да, загружать. Что это? Он пришёл и говорит, что это такое? Это посудомойка. А тут твоя жена ничего не успевает делать. Иди, наверное, ей помогай как-то. Интересно, она пойдёт сразу в посудомойку загружать или нет? Иди ещё посмотри сюда, вот посмотри, что это. Это комната для твоего ребёночка. Я надеюсь, что один родится. Кроватку я одну купила. Ну, теперь у нас почти 10 тысяч, и я думаю, что суммы хватит. Мне там между сериями дом как-то привести в более такой хороший вид. Что-то ребёночек уже потом живу. Ну, как-то тут уже было всё получше. И занавесочки какие-нибудь купим. Так, всё, ладно, иди спать. Иди спать. А Донна у нас проспала весь день и просыпается. Кстати, ей, наверное, завтра на работу с утра. Да, 8 утра она начинает работать, контрразведчица наша. Ярослава отравлена? Ничего себе! А чё ты это ешь? Я же тебе говорила, выбрось каку, выбрось, выбрось. Ей нужно больше отдыхать. Так ей уже рожать надо. И Шельма ещё тут развалилась. Шельма, иди отсюда. Я, конечно, всё понимаю, что ты у нас тут царица, главное в этом доме. Но Ярослава беременна, и она ещё и отравилась, поэтому ей по-любому нужно спать сейчас. Вот, а ты иди, не знаю, иди что-нибудь делай. Вот, в лоток можешь сходить? Да, она может в лоток использовать. Ярослава бедненькая за живот хватается. Ну, кто тебя просил? Зачем ты это ела? Это вообще нормально? Я ей не давала задания, я, по-моему, дала ей задание прибраться. Хотя я такая, что могла, конечно, и случайно другое задание дать. Так, надеюсь, что она скоро у нас уже начнёт рожать. Ну, блин, я уверена, что в этой серии уже начнутся роды. Блин, очень прям хочется, чтобы она уже родила. Сейчас уже и уписится сразу. Иди, наверное, в туалет сначала, если успеешь. Не успеет сейчас, сейчас заодно придётся ей мыться. Вот, и Донни, конечно, мне бы хотелось, чтобы она с Эшли пообщалась, но, наверное, не успеем мы. Давайте попробуем мы Эшли пригласить. Вот, мы его пригласим к себе домой. Не хочу никуда с Донной идти вместе, потому что мы теряем время. И пока они там пойдут в ресторан, например, то время здесь остановится. И Ярослава уже как бы не будет ждать ребёнка. Ну, то есть, как бы это замедлит появление нашего наследника. Вот, очередного ребёночка. Такс, 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 такс. И где мне его теперь искать среди всей этой компании? Так, Грэг, вот, вот, вы видите, сердечко здесь есть. Вот, пусть он приходит к нам домой. Я вообще не помню, у него там семья есть. Наверное, он с друзьями, он, по-моему, с друзьями живёт. Друзей, наверное, приглашать не будем. Пригласим его одного, потому что Ярослава и так беременная. А он всё равно говорит, можно я приду с другом? Ну, приходи, заодно посмотрим на твоего друга. Вот, в зале тихонечко посидите. Тут как раз вот есть отравленная еда. Осталось немножко, если что, друга отравим. Вот, а, Шельмочка, иди давай, наверное, обойти дом. Как он его обходить будет? Иди, наверное, уже спи. Вот, а, Донна будет встречать своих друзей. Иди, выходи на улицу. Вот, я говорила в прошлой серии, да, что убрала вот это соседство. Да, теперь мы не видим, конечно, наш дом здесь по соседству. Вот это твой друг? Это твоя подруга? А, ничего себе. Где ты её взял? Она немножко по возрасту тебе не подходит, друзья. Так, давайте мы его обнимем романтично. А вот эту дульсине я бы, конечно, рада была, если бы она ушла. Зачем она нам здесь нужна? Наверное, сама сейчас запрётся к нам. Может, это не она, друг? Нет, скорее всего, она. Но, наверное, да, её нужно пригласить, а мы не будем её приглашать. Вот, так что пусть стоит там под дверью. Вот, а наши друзья пусть присаживаются, да, давай, наверное, ты садись. Вот, и потом мы пригласим Эшли, пусть тоже к нам присаживаются, пусть поговорят. Вот, я хочу, чтобы они общались. Но, вот, честно, я не уверена, что Эшли это именно тот сим, с которым должна быть Донна. Вот, насчёт Донны я совсем не уверена. Мне кажется, что ей стоит ещё подумать немножко над своим будущим. Может быть, выбрать получше, может, кого-то ещё встретит. Вот, если вот Фрэнк и Ярослава я вот уверена сразу была, вот как сейчас, например, Стелла и Вениамин, я тоже вот уверена, что они пара, притом хорошая пара, иди трубку возьми, беременная эта наша, Донна быстрее возьмёт, да, Донна быстрее возьмёт трубку. А Настя тут плачет у нас, иди давай, что-то у тебя беременные бзики. Так, Донна Фрэнк, а кто это Фрэнк, какая-то пожилая дамочка звонит? Нет, не может Фрэнк подойти, Фрэнк отсыпается. Отсыпается после тяжёлого рабочего дня. Они сегодня вдвоём с Донной получили повышение, а куда деньги делись? Я что-то не поняла, ребята, у нас было почти 10 тысяч. Я ничего не покупала, я ничего не покупала. А, я посудомойку купила всё. Простите, сорян, это я не виновата. Вот, сама купила посудомойку и забыла. Так, ну что ты плачешь? Кино такое? Плакать. Да, наверное, из-за фильма плачут. Так, давай, выключай телевизор, что-то у меня он как-то громко. И давайте... О, смотрите, у них тут есть действие. Кстати, у них ещё ни разу не было в Уху, а у них-то и двуспалки нет. То есть, ну у них... А у них в Уху ни разу не было. Что и безобразие какое? Надо сейчас всё это исправить. Они уже давно такие взрослые. А может, и было в Уху, но, по-моему, не было. Вот, честно, я уже не помню. Я так часто играю. Я, наверное, последний раз им романтику делала более года назад. Года полтора назад. Потому что вот так долго у меня всё длится. И, кстати, он залез ей на колени. Ну да ладно. У них деньги есть. Вот, они заслужили. Ну, в смысле, что заработали много. Можно им купить ту спальную кровать. Не хочется мне тут многое менять. Давайте мы, наверное, вот эту кроватку продавать не будем. Будем немножко экономить. Вот. Или это... Она всё равно дешёвая. Нет, это плохая кровать. Всё равно мы детям такую брать не будем. Я думала, знаете, для ребёнка оставить. Но детям мы всё-таки купим подороже. И купим мы двуспальню какую-то. Вот, опять-таки, я люблю кровать покупать уже получше. Сразу, раз есть деньги. Потому как кровать даёт бодрость. Вот, и бодрость лучше брать 8, 7, ну, 6 это минимум. Ну, вот такую можно бодрость 6 взять. Кроватку. О, кстати, смотрите, какая кровать есть. А, кстати, почему и нет? Может, такой... Хотя, Дона не будет всегда в этом доме жить. Она по-любому переедет в будущем. Да, наверное, эту кровать мы брать не будем. Но возьмём обыкновенную. Здесь бодрость 6. Здесь бодрость 6. Давай, давайте эту штуку дешевле возьмём. Всё-таки хочется как-то комната розовая. И давайте кроватку розовую возьмём. Всё-таки хочется как-то денег оставить. И потом что-то купить ещё в этот дом. Так, о, смотрите. И у них в изголовье будет шельма. Так, вот так она ставится, эта кроватка. Зеркальце нужно... А, в 7.2 не ставится. Я хотела, знаете, как по диагонали поставить. Но, видимо, не ставится. Ладненько, пусть пока будет так. Вот, и давайте прилечь. И, в общем, в углу пора им делать. Это действительно... Действительно, так долго уже они встречаются, что пора им уже переходить на новый уровень отношений. Кубышка наша. Кубышка ты, торопышка. Она, по-моему, на котёнку похожа, нет? Мне так просто кажется. Блин, я не знаю. Я уже на этих котов всех злая. Она убежала. Дело в том, что у меня не получилось её к нам пригласить. И она исчезла. У меня то ли игра вылетела, то ли ещё что-то. Я хотела с ней, знаете, додружиться до конца. В следующий раз, если я увижу кота, я не буду с ним там заводить отношения. Я просто кодом его к нам потерю. И всё, и бог с ним. Вот это вот сидеть, париться, пока с ним поднимутся отношения. Я просто кодом, кодом просто я совсем недавно узнала, что можно поднять отношения просто кодом. Вот так вот, например, вот с Шизой можно подружиться. Вот как-то, подождите, нужно выделить этого Сима. У меня сейчас введён, по-моему, введён код разработчика, да, введён. И, видите, уже Шиза 56 с ней. Нижняя полоска отношений. И вот сюда нажать, и можно верхнюю полоску отношений увеличить. То есть я думаю, что когда в следующий раз мы увидим кота подходящего, неважно, девочка или мальчик, если девочка, то будет для Шизика, если мальчик, то будет для Шельма. Вот, и потом я просто как бы вот так вот увеличу отношения, просто его кодом к нам подселю. Или не подселю, там попросить, там пригласить переехать. В общем, там нужно, чтобы отношения были хорошие. И всё, и пусть к нам переезжает, и не морочит голову. Так, выключите этот телевизор или нет. А, это ей нужно вставать, да, чтобы кто-то хочет. Ладно, как-то пусть будет. И нужно его присоединить к нам. Вот, Эшки пригласить. Эшки пригласить. Вот мне нравится, в Сима 4 есть действие. Можно собрать группу и сразу группой управлять. Всем им сказать, чтобы на кровать они укладывались. Если сейчас будет ролик, то есть, как они там в уху делают, значит, это у них первый раз. Если ролика не будет, значит, не первый раз. Так, давайте поцелуем. Вот, можно страстно поцелуем. И в уху, не помню, честно, было у них в уху или нет. Надеюсь, что не было. Ну, потому что тогда мы ролик увидим. Ну, ребёнка им пока ещё рано, потому как я вот серьёзно говорю, я не уверена, что Эшли это именно вторая половинка Донны. У меня вообще с ней непонятно. Я вообще никак не вижу её будущую судьбу. Там, по-моему, кушать, да, хочет или ещё не сильно хочет. Нужно будет Шельму покормить. То есть, я вот понятия не имею, что с ней в будущем делать, потому как вообще всё мне так непонятно, неопределено. Если вот сразу Фрэнк и Ярослава, я их вижу вдвоём, Вениамина и Стеллу тоже вижу вдвоём, то их я не особо-то вдвоём увижу. Я думаю, что когда второй ребёнок появится у Ярослава и у Фрэнка, то... Нас что-то украли? Нас что-то украли? Ах ты, скотина! Походу, он уже уходит. А, она только зашла. Видите, она только зашла, крадётся, уже приехала полиция. У нас там эти симы в уху делают. А, не было ролика, да, значит, это уже не первый раз было. Ну и хорошо. А то я думала, что вообще сдраться ещё будут. А эти, у них такое там в уху было, что они даже ничего не помнят. Фрэнк выбежал. Ярослава тоже выбежала. Ярослава, иди, наверное, в туалет. У них всё загражено. Иди в туалет. Потом. Это вендопотребности поднимать. И в конце концов, Ярослава, ты собираешься рожать? Я уже в этой серии жду ребёночка. Вот серьёзно. Давай уже рожай. Сколько можно заставлять наждать? О, Дону проснулась. Все выбежали. Арестовывай давай преступника. И нам, пожалуйста, компенсацию. У нас было 8700, насколько я помню. Больше 2000 украли. Давай нам 2500 назад. Я не поняла. А что убрали? Или я что-то ещё... А, я кровать купила. Господи, какая я дурная. Я забыла. Я купила кровать. Слушай, я думаю, куда деньги деваются? Вот так вот на их жизни. Вроде 500 миллионов за помощь в поимке преступника. И у них плохое воспоминание о том, что к ним пробрался преступник. Ну, оно, в принципе, и не очень плохое. Потому что преступник, по-моему, ничего не успел украсть. Ничего не успел украсть. Но нам даже ещё дали компенсацию. Так. Нет, Ярослава, ты у нас пойдёшь кушать. И давай, наверное, иди готовь. Подавай завтрак. Вот. Вот, оладьи. Покушаешь заодно. А вот это, пожалуйста, выбрось. Да. Подобираться. Фрэнку, наверное, сегодня на работу. А, нет, сегодня суббота. Отлично. Иди, чистый унитаз тогда. Вот. А это... Донна сегодня работает. В субботу контрразведчится, да? Контрразведка не спит. И в субботу работает. Поэтому ей на работу в 8 утра. Нужно уже начинать себя приводить в порядок. Вот. И ждём роды. Роды ждём. Ярослава. Неужели я в этой серии роды не дождусь? Я как бы не хотела эту серию делать слишком длинной. Почему? Надо насыпать сейчас шельмочки, покушать. Потому что у меня уже вечер. Скоро уже 9 вечера. Мне надо и с Вероникой почитать. Вот. И Андрюшку покормить. Сейчас у меня где-то 8. Но мне надо это всё успеть сделать до 9 вечера. Вот. Потому что в 9 уже Андрюшка у меня спит. Так. Иди давай мисочку наполняй. Ну, чё ты плачешь? Он всё про этого преступника вспоминает. Главное, что ничего не украли. А как же я её не увидела? Видите, они так муху прям занимались. Так мы за ними наблюдали. Что ничего не успели увидеть. Я немножко, ребят, промотаю. В надежде, что она всё-таки начнёт быстренько рожать. Вот. И теперь, видите, боится. Боится у нас Фрэнк ещё раз, что его ограбят. Хотя ничего не украли. Чё ты боишься? Что-то украдено. Да. Боится, что будет что-то украдено. Ему нужно шедевр рисовать. У тебя сегодня выходной. Иди, продолжай рисовать. Нам нужно добиться шедевра. А она заснула прям мордой. Блин, и в Аладе. Чё она там спекла? Давай кушай и спать. Ой. У беременных в Sims 2 очень быстро падают потребности. Прям очень быстро. Вот и шельмочка. Я не буду её даже ругать за то, что она у нас тут сидит всё-таки. Всё-таки коты у нас такие своенравные. И попробую им чего-то запретить. Донна уже проснулась. Собирается на работу. Вот. И Эшли, наверное, ещё не ушёл. И спит у нас. Нравится ему, наверное, у нас. Хочет к нам переехать. Я вообще не помню, где он живёт. И, по-моему, он тоже университетский, да, парень? Если он будет потом к нам переезжать, нужно будет как-нибудь ему побыстрее закончить университет. Не, наверное, Ярослава не родит в этой серии за Донной машиной. О, рожает! Да, рожает! Ну, скажи, да, рожай, слава богу, родит, родит. Я уже думала, что всё, пойду я уже кормить Андрюшика. Нет, нет, нет. Она у нас рожает. Так, девочку давай. Я имя девочки придумала. Она будет рожать, короче, при всех. При всей семье. Сейчас ещё и этот выбежит, как его сказать-то. Ну, вы поняли, Эшли. Так, надо было мне стены. Я стены специально подняла, чтобы было красиво, а сейчас ещё из-за этого не увидим. Жаркие, да? О, ролики. Какие вы видите ролики? Классные. На кого же будет похож? Риченький? Как она? Чёрненький, как папа? Или коричневый, как бабушка? На скрибре. На скрибре вариантов, если так громко. Надеюсь, вам не так громко. Чёрненький, да? Нет, чёрненький. Коричневый. Коричневый? Или чёрный? Коричневый, по-моему, ребят, в бабушку. Так, так, так. Ничего. Девочка, девочка. Слушайте, я вот тут вот читаю. Сюда не смотрю. Девочка. У меня просто имя есть для девочки. Отлично. Всё. Девочка одна. Да, одна. По-моему, в 72 сразу пишется. Одна или нет. У меня просто имя есть для девочки. Я хочу её назвать. Так, если я переключу её язык. Слушайте, это компьютер. Это ноутбук мужа. Как у него язык переключается? Да? Вот, Лекси я её хочу назвать. Лекси. Мне это имя понравилось на стриме. Мы так кого-то назвали. Кто-то написал это имя в комментариях, когда у нас родилась какая-то девочка по соседству. Вот. То есть не у нас, а... Слушайте, ну в натуре. Коричневые, да, волосы будут у неё? У неё будут коричневые волосы. И прикол в том, что у мамы волосы рыжие, у папы волосы чёрные. А у неё коричневые. Почему? Потому что у бабушки Франчески коричневые волосы. И мне это так нравится в Sims 2. То есть цвет волос передаётся по наследству. Не только от родителей, но ещё от старших поколений. То есть от бабушек, дедушек. Это просто круто. Так, подождите, ребят. Я сейчас сохранюсь, потому что у меня игра может вылететь. И всё что угодно может быть. Сразу сохраняюсь. Так, Ярослава получает три выходных. У неё голубые глаза. Да, ну то есть цвет глаз здесь у нас от папы. Ну, от папы Фрэнка, от дедушки Беларума. Вот. И цвет волос тут однозначно от Франчески. Потому что больше в роду как бы Беларума. Чёрные волосы, Франческа коричневые. Фрэнк чёрные и Ярослава рыжие. Ну то есть тут ясно, что волосы от бабушки. А глаза от дедушки. Ну, в смысле, не форма глаз, а цвет глаз. Да, прикольно получилось, классно. Но у них будет трое детей. И я бы хотела, чтобы они были все разные. Ну, конечно, как получится. Но вот хотелось бы мне, чтобы, знаете, один был с коричневыми волосами, как уже у нас Лексия родилась. Ещё бы хотелось кого-то рыженького. И ещё бы кого-то чёрного. Было бы круто. А там как получится такая игра. Ты же сохраняешься, смотри, сохраняйся. Девочка, как я хотела. У меня просто имя было только для девочки. Мне так это имя на стриме понравилось. Мы кого-то так по соседству называли. Уже не помню. Ну, в общем, у кого-то там у Стекелинбургов по соседству. И мне понравилось это имя. Я думаю, нужно будет кого-то из моих симов так назвать. И вспомнила, что вот. Вот у нас в Sims 2 пополнение скоро. Вот тёте показывает. Да, Донна теперь у нас тёте стала. Спать она хочет. Она говорит, ну всё, я родила и спать пошла. Всё, иди тогда спать. Вот, а девочку мы сами уложим. Да, тёте, ты ещё пока на работу не... О, она тут вырубилась. Всё, Фрэнк не идёт на работу. Ярослава не идёт. У Ярослава просто декрет. А Донна не знает, что делать. Контрабандистка наша. Ей надо на работу идти. Мама тут в обморок грохнулась. Папе отдай ребёнка. Папа у нас сегодня тоже выходной. Вот, Лекси передать. Давайте передадим. Отдавай. Отдавай девочку. Бери. Папа, на пол положили ребёнка. Ох и папа. Давай, иди бери её. Взять на ручки. Иди отнеси её в комнатку. Не знаю, там, можно... Не можем её перенать. Ну, тогда мы можем, не знаю, покормить её. Где там бутылочку берут? По-моему, в холодильнике, да? Другие не кормят. Синь два. Так, ты идёшь на работу? Слушайте, она работу пропустила, да? Нет, она не пропустила, но сейчас пропустит. А нет, не пропустит. Ещё есть 20 секунд. Всё, давай, хватит пропускать работу. Вот, и у нас теперь контрразведчица. Уже повысили тебя, так что... Смотрите, у неё сразу страх поссориться с Лекси. Блемянница уже любит свою. Классно. Родилась девочка, прям как я и хотела. Ну, мы долго, как бы, не будем отдыхать, расслабляться. Наши родители не будут. Я думаю, что как-то станет тоддлером у нас Лекси. Ну, немножечко подождём. Там, может быть, три серии, и, как бы, будем дальше. Дальше ребёночка делать. Так, покормил он её, да, в бутылочке, я так думаю. А, кстати, нужно будет потом купить умное молочко, там, чтобы ребёнок там быстрее развивался и всё такое. Кстати, можно будет сразу, да, ребёнка, если заделать, то тогда они будут вместе в этом самом детском возрасте. Хотя нет, пусть лучше будет всё-таки разница какая-то. Какая-то разница была. Так, всё, ну а ты иди. Чё, не спёт ребёнок? Сейчас заснёт. Иди делай что-нибудь. Эшли, слушай, иди-ка ты домой уже. Давайте мы попросим уйти. Ты уже тут явно лишний. Дон уже даже на работу убежал, а он уже тут думает. Обсматривает дом, думает, где ему... Ну, ребёнка давай в кровать. Думает, как ему тут самую мебель расставить, уже куда вещи свои будут складывать. Так, всё, ребят, главное сделали. Мы как бы обзавелись ещё одним членом семьи. Ой, а чё он ушёл в этом? Уже холодно, да, у нас осень не заканчивается. Уже осень, скоро будет зима. Фрэнк хочет, кстати, переехать. А нет, приобрести чё-то. Денег у тебя ещё нет. Не заработал, чтобы приобретать что-то. Хочет смерть Егору. И мы ещё шедевр не сделали. Мы будем кладать. Дарить боже. Ну, чё они кладут ребёнка на пол? Давай, поднимай, иди докармливай её уже. Корми. И потом уже клади в кроватку. Всё, ребят, буду я заканчивать на этом серию. Самое главное получилось. Ребёнок родился. Всё тогда. Всем спасибо за внимание. И всем пока-пока.